Всем привет, с вами Месопаш. Я продолжаю прохождение Horizon Zero Dawn. Мое последнее видео закончилось на моменте, когда Раст, спасая Лой от взрыва, сбрасывает ее со скалы. Она умирает. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Она! Эллой, прости меня. Обрати меня к солнцу вся. Раст... Нет, 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 нет. Надо выбраться. Где мой визор? Нет. Итак, Эллой очнулась. И сейчас ей нужно разобраться, где она находится, и найти ее одежду и снаряжение. Здесь нужно повернуть направо. Но... Почему тут никого нет? Где я? Моя одежда, хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Что? Что? Я внутри священной горы? Но... Сюда же пускают только матриархов. Я... Не вижу тут своего лука. Открываем эту дверь. И поврежденного визора, который снялась с того... Убийцы. Еще одну дверь. И сейчас важно повернуть направо. Нам нужно найти топливный элемент. Нужно пробраться по этому туннелю. Это не нора строили. Это все создали предтечи. Но зачем? И мы попадаем за закрытую дверь, которую нельзя было открыть. Еще один топливный элемент. Но что мне с ним делать? И находим топливный элемент. Но и возвращаемся таким же образом. Если не забрать топливный элемент в этот раз, то игра не скоро предоставит такой шанс. Поэтому это лучше сделать сейчас. И как раз напротив будут наши вещи. Вот он. И остальные мои вещи. Ну а теперь проведем маленькое расследование, используя визор, который Элой нашла у главаря. Ну-ка, что ты мне покажешь? Всем командирам приостановить раскопки и нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Меня видели через визу Ролина. Как это возможно? Тогда быстрей. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Деда, а меня. Это ясно? А это откуда? И я бы тут добавила медицинский комментарий. Совпадение ДНК на 99,47%. У детей может быть совпадение не более чем на 50%. Значит, Элой, по сути, клон. Меня хотят убить, потому что я похожа. Элой, ты очнулась. Так это вы? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. Хотите сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Ну что ж, идем за Тирсой. Зачем я здесь? Мы думали, ты умираешь. Умереть возле матери – великая милость. Лэнзера была, конечно, против. Но Джеза меня поддержала. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Она – мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой. Твоя мать – сама гора. Я… что? Идем. Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь… Прямая. Здесь… здесь мы тебя нашли. Мы услышали плачь, пришли, а ты лежишь. Я… лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила. Что ты явилась из Утробы горы. Что ты – дар от богини-матери. Но другие, как Лэнзера, считали, что ты – порождение темных сил. Не дар, а проклятье. Но… это не богиня. Элой. Это дверь. За ней есть люди? Моя мать? Проводится опознание. Глаз богини. Прямо как та женщина. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Понятно. Невозможно подтвердить личность. Нет. В доступе отказано. Нет. Нет. Пожалуйста. Элой. С тобой говорила богиня. Она тебя знает. Нет. Вы не слушаете? Из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить. Из-за сходства с ней. Их силы слишком велика. Но, может, есть другой след? Олин. Это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Тссс. Есть другой путь. Идём. Сейчас увидишь. Говорите, племя на грани вымирания? Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско. Вернулось меньше половины. И как же так вышло? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себе машины, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сёстры согласны лишь петь песни скупления и молить великую мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. А вы что предлагаете? Этот. Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась. И отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила своё предназначение. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. Она знает? Знает. Я показала. Сёстры, богиня говорила с Илой. Она велела ей снять порчу. Хм. Но как она это сделает? Ей придётся отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит так надо. Избрать искателем? Это отродье? Сестра. Не спорю, Лэнзра. Хоть сейчас. Это будет ваш грех, не мой. Отправьте её на поиски, и пусть не возвращается. Элой. Священной милостью богини, мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя, Великая Мать. В добрый путь. Подготовлю всё для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит Искатель? Это ты. А это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать Искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И не важно, как далеко ему придётся уйти. Даже за пределы Священной Земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Ну что ж, зададим все вопросы. Я могу идти куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места? В грязной земли, укрытой от взора богини? Или руина Железного Мира? Ясно. Почему нельзя ходить к руинам Железного Мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, её гнев снёс их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнёт туда войти. Но я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Ну, мне просто не дано этого понять. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Почему земли, куда не ходит Нора, зовут грязными? Это не ясно. Наша земля священна. Мы живём под присмотром Великой Богини, Матери Всего Сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. А были ещё искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, другой раз. Что вы сделали с телом, Раста? К несчастью, от него мало что осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Так выясни это. Впрочем, если ты чувствуешь, Элой, что часть твоей задачи помочь племени, так и поступи. В объятиях найдётся много людей, кому нужна помощь. Так племя отправило воинов на поиски убийц? Да. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. Спасибо, Тирсе. Спасибо за всё. Пусть хранит тебя Великая Мать-Дитя. Люди Нора, скоро мы начнём очистить сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту бежу. Итак, идём к вратам объятий, где нам нужно встретиться с Варлом, чтобы узнать дорогу в Меридиан. И сейчас мы приближаемся к небольшой площади перед входом в Дозор Матери. И нам нужно тщательно подготовиться к предстоящей битве. Поэтому восстановите здоровье. Пополните свои боеприпасы. Соберите все сундучки. А их здесь семь на этой площади. Вот два я уже собрала. Это мне для восстановления здоровья. Вот тут третий ящичек с ресурсами. Ну и остальные с другой стороны. Вот тут и зелья всякие есть. Всё говорит нам о том, что может быть битва. Ну и осталось забрать ресурсы из последнего ящичка. Всё. Мы всё собрали то, что нужно. А теперь я предлагаю тактику с использованием ловушек. И тут лучше всего использовать ловушки со взрывчаткой, которые именно убивают. Это нестабильная ловушка со взрывчаткой и ловушка со взрывчаткой. То есть у нас есть два подходящих типа таких. И я расставляю их прям по всей площади. И больше всего конечно у входа. Но обязательно оставьте в запасе две-три нити нитемёта. Мы их установим в этом уголке. За ними я собираюсь прятаться. И это немножко задержит врага. Вот получилась такая картина. А теперь поговорим с Рэшем. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза опалаумели? Сперва допустили безродную до святого обряда. А потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие. И теперь наши дети в каменных курганах. У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный нора. Всадил бы стрелу тебе в спину. Рэш, уймись. Молчать! Я ваш вождь. А я искатель волей высших матриархов. Открой врата, и я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Демон! Ну вот и враг. Тревога! Огромен! Чем быстрее! Огромен! Великая мать! Что он с ними делает? Учиняет их. Огромен! 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 Да, уж тут простые стрелы не помогут. Что за беду ты навлекла теперь безродная? Убейте их! Убейте их всех! Итак, забегаю в свой уголок. Мы сразимся с проклятием! С демоном! И прячусь, насколько это возможно. Готовлю огненные стрелы. И жду демона. Но первым делом его нужно просканировать. И выявить его слабые места. Да, но он меня успел заметить. И мне пришлось восстанавливать здоровье. Могла бы и погибнуть. Ну а сейчас я выпускаю в него просто обойму огненных стрел. И на этом битва закончена. У второго отряда убийц на инициации была такая же тварь. Управляет другими машинами. В чем секрет? Ну а сейчас, благодаря своему навыку, я могу снять все нити и забрать ловушки, которые я расставила. Как эта машина управляла остальными? Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она... Соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Если это прикрутить... Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Тепп, что ты здесь делаешь? Ты же швец, а не воин. Я пришел защищать дозор матери. Но такого увидеть никак не ожидал. Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Чтобы Рэш не болтал. Спасибо, Тепп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Ну, а сейчас нужно собрать все ресурсы. Брата, они медленно! Мне все равно, как я делаю, я не приступаю. Ну, и если у вас есть соответствующий навык, все ловушки, которые остались неиспользованными. На этом испытание утроба горы завершено. И появилось новое задание. Искателю врат. И у меня уже 14 уровень. Я собрала все ресурсы, все ловушки свои. Нужно опробовать это устройство. И выхожу из ворот дозора матери. Здесь лучше сохраниться у костра. И у нас осталось две мишени жвачников, которые я еще не сразила. Всего уже получается 13 мишеней. Мы разбили. И впереди у нас торговец, у которого обязательно нужно взять бесплатный сундучок. Больше у него ничего особенного нет. Поэтому я больше ничего не буду. Ни покупать, ни продавать. Ну, посмотрим в записную книжку. У нас появилась новая машина. Захватчик. И как вы видите, она долгое время пробыла под землей. Поэтому уязвима к высоким температурам. Поэтому именно я использовала огненные стрелы. Ну, и я меняю костюмчик на бесшумного охотника Нора. И пользуясь своим навыком, я извлекаю модификацию старого. И ставлю модификацию ткани скрытности в новый костюмчик. А сейчас я собираюсь использовать свои очки для навыков. И я беру беззвучное касание, точность и собиратель осколков. Но у меня еще два очка осталось, и я их использую на критическое попадание. Все, очки все использовали. А теперь к нашей цели. Нам нужно испытать копье и попробовать перехватить машину. И лучшая для этого цель – это бегун. Куда я и направляюсь. Ну вот уже и зона бегунов. Нужно выбрать какого-нибудь одиноко стоящего. Я тут не удержалась. Прямо перед носом пробегал индюк. Бегуны, можно опробовать на них перехватчик. Ну и давайте посмотрим, кого выбрать. Ну вот. Выберу эту лошадку. Рискнем. Давай, давай. И все удалось. Сработало. А теперь смотрим на карте, куда нам нужно двигаться. Наша цель здесь. Нам нужно встретиться с Варлом. Вот так. Молодец. Поэтому разворачиваемся. И голопом. Но, но. Пошел. Ууу, какой резвый. Лучше, чем пешком. И нас никто не успеет догнать. А здесь нужно притормозить. Здесь торговец. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть. Но я найду им применение. У этого торговца есть более ценные вещи, чем у предыдущих. Но сначала сундучки. Есть даже с особо ценным товаром. Мы все забираем. А фиолетовых есть бронебойный лук Банук, мощный лук Карха и новые костюмчики. Первопароходец Банук и следопыт Шторма Карха. Ну, и также есть особые предметы, которые тоже обязательно нужно приобрести. В них карты цветов, фигурок Банук, древних сосудов и обзорных точек. Ну, а теперь все открываем. Ну, и смотрим. Вот карта цветов, фигурок Банук, обзорных точек и древних сосудов. И появились новые костюмчики. Следопыт Шторма Карха и первопроходец Банук. Они уже голубенькие. Ну, и появилось новое оружие. Тоже посильнее, чем у нас было. Ну, а теперь снова возвращаемся к торговцу и будем покупать оружие. Как вы видите, у него уже есть более мощное оружие. И в первую очередь нам нужен высокоточный лук Карха, который мы сразу ставим в ячейку, заменяя старый на новенький, более мощный нитемет Карха. Тоже заменяем старенький сразу в ячейке. И нам нужна еще взрыв проща, который мы тоже устанавливаем в ячейку, заменяя боевой лук. У меня появились новые обучающие задания, но это мы сделаем позже. Я сразу увеличу подсумок для взрыв прощи. Это очень ценное оружие. И нужно изготовить боеприпасы. В первую очередь для высокоточного лука с отбойными стрелами. Нам это скоро понадобится. Готовлю взрывную нить, электрическую нить для нитемета. Ну и соответственно бомбы для взрыв прощи. Ну а теперь я вынимаю модификации старого оружия, чтобы поставить в новое. Ну, сначала выбираю для мощного лука Карха. Тут, конечно, мне нужен огонь. И я ставлю обе модификации огня. Для нитемета, конечно, нужно электричество. Ну и посмотрим. Сейчас урон я поставила. Спираль урона. Для высокоточного лука я ставлю спираль повреждения брони. И хочу его немножко сделать побыстрее. Ставлю спираль удобства. Ну и для взрыв прощи я добавляю спираль урона. Все, все оружие мы усилили. Теперь можно двигаться и дальше. Я забираю свою лошадку. И к воротам. А вот и вару. Ты варл, значит? Мне показалось. Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена. Для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? Ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Иди на север, венец матери. Если дойдешь, спроси Морею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты. Границы без охраны. А мы остались без вождя. А Трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски. Но она приказала мне защищать врата. Поговорим обо всем. Кто сказал, что я прошла инициацию? Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне очень жаль. Она хорошая. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее. Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да. Я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь. В руинах. Выше по течению. Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя, Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю. Но убийцы уже скрылись. А наши потери были огромны. Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась. Собрала добровольцев и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да, вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвезти раненых в объятия. И стеречь врата. Стеречь объятия. До последнего. С тех пор прошло несколько дней, и вестей нет. То есть никто не знает, жива она или нет? Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. Не угонишься, наверное. Ты даже не представляешь. Она моя мать. Мне пора идти. Элой. Прежде чем ты отправишься в венец матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лисистая лощина напротив жажды беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Итак, у нас появилось новое задание по следам вождя, где нам нужно найти Сону. Но соберем все ресурсы. И к костру сохранимся. Ну а теперь вперед. Но прежде чем выполнять задание, нужно встретиться с одним персонажем. Вот он как раз идет навстречу. Давайте поговорим. Что с тобой, охотник? Ты из войска? Тебя ранили в сражении? Не совсем так. Я не охотник. И не воин. Да вообще никто. Зря ты со мной говоришь. Кто бы ты ни был, ты ранен. Что случилось? Я Крин. Хотел пройти испытания в охотничьих угодьях за холмом. Ну, навыки отточить. И вышло не очень удачно. Поранился в охотничьих угодьях? Как? Ну, я целился в емкость на спине жвачника. Но тетива лопнула. Я споткнулся. Ну, короче, глупо вышло. В общем, я хотел потренироваться. Там для этого самое место. Там можно проходить испытания, и тебе дают метки, если выполнишь задачу или уложишься по времени. Смотри тель на том холме, к северу отсюда. Ты обратись к нему. У тебя-то наверняка получится. Почему ты сказал, что ты вообще никто? Что я зря говорю с тобой? Я украл лук, ясно? И меня изгнали. Это было до инициации. И теперь я даже не могу помочь своему племени в час нужды. Приходится жить в лесу одному. Потому и пошел тренироваться. Удивлен, что смотритель вообще со мной заговорил. Мне кажется, что он сам изгой. На матриархов ему, похоже, наплевать. Ничего себе. Тяжко тебе пришлось. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, нет. Я выстаю. Отец всегда говорил, Великая Мать хранит меня. Ну, говорил, пока бегу, его не затоптую. Мне пора идти, Крин. Ну ладно. Береги себя. Особенно на севере. И потренируйся в охотничьих угодьях. И вот у нас в заданиях появились охотничьи угодья. Куда лучше сейчас и наведаться. За выполнение этих испытаний даются хорошие очки опыта. И эти охотничьи угодья совсем близко. Нам нужно только всего лишь подняться на горку. И вот. Но прежде сразим мишени жвачников. Их тут снова две. Это 14-я и 15-я мишень. А сейчас нужно поговорить со смотрителем охотничьих угодий. Крин мне сказал. Это охотничьи угодья, где можно испытать себя. Бедный Крин. Неумелый охотник. Но хотя бы не унывает. Ммм. На тебе меткоискателя. Слышал о таких, но никогда не видел. Матриархи разрешили тебе покидать священную землю и возвращаться. Да, но я бы ушла и без их разрешения. Вот как? Тогда мы можем говорить открыто. Я вообще-то веду дела с Карха. Я представляю группу из Меридиана, дом охотников. Мы берем к себе юных охотников после некоторых испытаний. Вполне возможно, ты нам подходишь. Не хочешь попробовать себя в испытаниях? Но имей в виду. Я бы не хотел, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал. Особенно кто-то из матриархов. А тебе ведь сюда нельзя. Да. Мы с другом перешли границу и вернулись. Матриархи такое, мягко говоря, не одобрят. Мы ведь охотники. Ушли, потому что хотели найти новые из стада машин. Потому нам и приглянулся дом охотников. Но Карха бы нас не приняли, если бы узнали, что мы Нора. Так что к ним мы ходили, одевшись как Карха. А потом стало казаться, что мы застряли между двух миров. Не совсем Карха, не совсем Нора. Мы стали скучать по дому. Мы вернулись и устроили свои охотничьи угодья. Думаешь, выйдет? Вот так, без позволения матриархов. Не знаю. Но мы не верим в их запреты. Отгораживаться от мира – это глупость. Что за испытания? Дом устраивает испытания в разных охотничьих угодьях. Это твой шанс проверить свои навыки. И что я получу за победу? Повод для гордости. А еще метки, в зависимости от успехов. Здесь мы проводим испытания орудий. Каких орудий? Охотник должен уметь пользоваться не только луком, но и всем, что есть под рукой, что подвернется. Поймешь, когда начнешь испытания. Что такое дом охотников? Это сообщество. Мы состязаемся между собой, побеждая грозные машины. Дом расположен в Меридиане. Можешь сама там побывать, если выиграешь в испытаниях три полусолнца. Но знай, Нора они не любят. Ну а сейчас попрощаемся. Мне пора. Если надумаешь, я буду здесь. Лучше сохраниться перед выполнением испытаний. Вдруг, если что, пойдет не так. И здесь есть торговец. У него есть все то же самое оружие, что было у предыдущего. Поэтому, если вы что-то не купили, то обязательно приобретите. Оно сейчас для выполнения испытаний понадобится. Ну а я взяла лишь бесплатный сундучок. И собираюсь приступить. Хочешь еще попробовать? Беру первое испытание. Испытание стрельбы из лука. Нужно как можно быстрее сбить детали со спин жвачников. Мне уже не терпится посмотреть. Начинай, если готово. Для этой цели лучше взять высокоточный лукарха, который мы недавно приобрели. И выбрать отбойную стрелу. Она самая мощная. А сейчас я спустилась по канату. И из травы целюсь в жвачников, чтобы сбить детали. Стреляю одного во второго. Вот промахнулась. Они заметались. В третьего, в четвертого попало. Но у меня пока 7 деталей. А мне нужно 10. Тут лучше сразу убежать. Иначе, если вы будете находиться на одном месте, рыскари вас достанут. И вот я отстреливаю последние детали. И можно возвращаться. Ну а можно вернуться и собрать ресурсы, устранив рыскари. Вообще, чтобы попасть в дом охотников, совсем не обязательно получать сияющее солнце. Достаточно получить полусолнце. А на это дается 20 минут. Как ты первый раз и сразу сияющее солнце? Ты мастер даже для нора. Ну что ж, выберем второе испытание. Бревна. Тут ты должна показать умение использовать подручные предметы. Стреляй по кучам бревен, чтобы они упали и раздавили машины. Не забывай, что с помощью прощи можно устроить взрыв и отогнать машину в нужное тебе место. Мне уже не терпится посмотреть. Начинай, если готово. Ну что ж, у нас есть хороший нитемет. Я готовлю электрическую стрелу и спускаюсь по канату. Что нам нужно сделать? Нам нужно зацепить нитеметом бревна. Когда жвачники потянут эти нити, они могут свалиться. Но на всякий случай я ставлю еще поперечную струну. А сейчас мне нужна взрыв проща. И я трижды бросаю так, чтобы они не побежали в эту сторону. Мне нужно и загнать бревна. Ну вот бревна не сорвались, поэтому я использую взрыв прощу. И все. Задача у нас выполнена. Можно возвращаться. Тоже получилось 40 секунд с небольшим. Но можно гораздо быстрее. Как ты первый раз и сразу сияющее солнце. Ты мастер даже для Нора. Ну и берем последнее испытание. Взрывная нить. Перебей жвачников, используя нитемет Карха и взрывную нить. Я засеку время. А они пугаются взрывов, поэтому использую прощу, чтобы загнать их в ловушку. Хороший выбор. Начну отсчет, как только съедешь вниз. Итак, нам сейчас понадобится взрывная нить у нитемета. Я ее приготовила и также спускаюсь по канату. Все делаю в принципе таким же образом. Пытаюсь зацепить бревна. Ставлю две струны. И теперь мне нужно загнать жвачников в нужное место. Также использую взрыв прощу. Пытаюсь попасть в рыскаря. Так, и назад. Ну тут все они взрываются. И в общем-то все выполнено. Также можно возвращаться назад. Ну а можно собрать ресурсы, не забывайте об этом. Время у нас уже остановилось. Ну а теперь я возвращаюсь к смотрителю. Таким образом были выполнены все испытания. Как ты первый раз и сразу сияющее солнце. Ты мастер даже для Нора. У тебя есть все необходимое, чтобы войти в дом. Удачи, Меридиане. А хочешь, можешь пройти еще испытания здесь? Мне пора в путь. Приходи, чтобы испытать себя. На этом я сегодня заканчиваю. Смотрите продолжение. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи вам!